МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Наш День в студии Анна Гладарь. В этом выпуске вы увидите... Цена хлеба – уничтоженный газон. На улице Физкультурной неизвестные установили ларёк. Жители соседних домов уверены, разрешительных документов у владельцев нет. Как они планируют соблюдать санитарные нормы? А самое главное – зачем в этом районе восьмой ларёк с хлебом? Вёл себя спокойно и сознался в саде. Ограбил и сбежал, но ненадолго. В областном центре задержан подозреваемый в уличном нападении. Две бронзы у Сахалина. Островные теннисисты вернулись с открытого первенства Приморского края. Это довольно очень хороший результат для моего возраста. Под присмотром благотворителей сахалинские компании уже спонсировали приобретение амурской тигрицы. А скоро, благодаря партнёрам, зверинец пополнится капибарой. Это только плюс всем предприятиям. То есть есть какая-то поддержка. То есть наши животные, грубо говоря, имеют какую-то страховку. Несколько слов о надоях. Молочные предприятия Сахалина отчитались за объёмы. Результат за 8 месяцев – 22,5 тысячи тонн готовой продукции. Этот показатель уже превышает полные итоги предыдущего года. Корова на дворе, так и еда на столе. По оценкам специалистов Министерства сельского хозяйства, одна бурёнка в среднем приносит островным фермерам до 17 килограммов молока в день. В прошлом году эта цифра была ниже. Развитие динамичное. И это значит, что и коровам хорошо, и производителям молока следуют всем рекомендациям специалистов. За 2017 год вот все категории хозяйств, включая личные подсобные хозяйства, мы получили 30 800 тонн молока. То в этом году мы собираемся получить по планам более 32 тысяч молока тонн по всему Сахалину. Улучшенные показатели – это результат грамотно использованного финансирования. Для коров и телят создаются комфортные условия проживания в заботе и чистоте. Особое внимание уделяется кормовой базе. Питание сбалансированное. Идеальная чистота на самом деле. Ежедневно меняем подстилку, ежедневно следим за состоянием животных. То есть всё вовремя, всё чисто, идеально. Каждый день меняем ведёрки, каждый день чистый корм. Не стоит забывать и о хорошей генетике парнокопытных в отдельно взятых хозяйствах. В островной сельскохозяйственной молочной сфере, вне конкуренции, грин, агро, сахалин. На фермах этого предприятия одна дойная корова даёт своим владельцам в среднем 26,5 килограммов молока в день. Удой от 266 голов составляет более 7 тонн в день. Завезённые коровы дают более жирное молоко, да и уровень белка в их продукте выше средних сахалинских показателей. Большая часть удоя-гринагры отправляется на молокоперерабатывающие предприятия, с которыми заключены договоры. Следует вывод, там, где есть грамотная забота, налицо и экономическая выгода. Жизнь в неволе, но в комфортных условиях. В сахалинском зоопарке работает программа опекунства над животными. В этом году ещё две компании стали благотворителями. На их средства обустроены вольеры и привезена молодая тигрица. В будущем на Сахалине поселится самка-капибар. Парочка водосвинок или капибар поселилась в сахалинских вольерах только в этом году. Самые крупные в мире грызуны родом из Южной Америки, но похоже, что островной климат им по душе. Жительница Южно-Сахалинска пришла в зоопарк вместе с маленькой дочкой. Увидела милых, но грустных новосёлов и влюбилась в этих животных. Увидели табличку, что можно взять под опеку животное. Я сфотографировала. Далее мы созвонились с Евгением, обсудили все вопросы, детали. Переговорила с руководителем, с генеральным директором Пьером Полояном. И, в общем-то, он одобрил сумму порядка 10 тысяч рублей на ежемесячной основе для опекунства. Первый раз в нашем зоопарке. До этого не было у нас никогда копибар. Взяли опекунство на год и будут оплачивать покупку самки. Потому что пришли два самца, поэтому будем приобретать самочку для них. Банк в этом году у нас взял Азиатско-Тихоокеанский. Они взяли опеку над Амурским тигром. Тоже оплачивают благоустройство вольера для новой поступившей самки в этом году. Программа опекунства над обитателями зоопарка действует более 10 лет. За это время к благотворительному движению присоединилось более полусотни коммерческих предприятий и большое количество неравнодушных людей. В этот раз договор опеки заключили еще две компании. Сотрудники банка в качестве подопечного выбрали Амурского тигра. Еще когда наш банк только создавался, у нас даже был свой знак тигра. Мы везде, у нас был тигр. Уссурийский тигр, Амурский тигр. Потому что распространение тигра фактически соответствует географии нашего банка. Поэтому для нас тигр очень близок. И мы рады, что у нас в зоопарке есть такое замечательное животное, что приехала сейчас еще и дама сердца. Молодой полосатый хищник пребывает в волнении. В соседнем вольере отдыхает его невеста, которую до свадьбы ему пока не показывают. Но Амур чувствует свою соседку по запаху. Если встреча больших кошек пройдет успешно, то в скором времени банк будет опекать и тигрят, или, как шутят сами, внуков. Мы на следующий год планируем также продолжать сотрудничество с зоопарком. Изначально оговаривалось, на что пойдут денежные средства. Это, собственно, и самка, которая приехала к нам, наш замечательный зоопарк, обустройство вольера. Это только плюс всем предприятиям. То есть есть какая-то поддержка. То есть наши животные, грубо говоря, имеют какую-то страховку. То, что они будут обеспечены едой. Такие перемены радуют и обитателей зоосада, и его посетителей. И несмотря на то, что на территории реконструкция площадок не останавливается, жителям и гостям областного центра здесь комфортно. Животных новых привозят. Все равно есть на что посмотреть. Корм предоставляют, то, что с собой не носишь. То, что им можно, можно здесь купить. Островной зоопарк открыт для посетителей круглый год и будет рад финансовой помощи в любом размере. Свой профессиональный праздник 5 октября отмечают учителя. Работников образования чествовали в Доме культуры Родины. В зале собрались педагоги школ, учреждений дополнительного образования, ветераны отрасли и молодые специалисты островной столицы. За высокие показатели в профессиональной деятельности Сергей Нацадин вручил учителям муниципальный знак отличия. Мы гордимся вами и, безусловно, со своей стороны делаем все, чтобы наше образование и условия работы вашей, и качество преподавания было на высоком уровне. Успехов, всех благ, здоровья и всего самого лучшего. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо. Первый год работы взяла первые классы. Детки попались очень хорошие, так же, как и родители. В принципе, нам всем молодым специалистам очень повезло, потому что у нас и администрация хорошая, которая помогает нам неоднократно со всеми проблемами справляться, ну и, в принципе, родители, которые также помогают в воспитании и развитии своих детей. Внезапное появление ларька на газоне. Жители улицы Физкультурной не могут найти владельца, чтобы призвать его к ответу. Перед тем, как поставить хлебобулочный магазин, неизвестный предприниматель засыпал газон щебнем. Подробности в рубрике АСТВ Информатор. Новое соседство на Физкультурной. Этот ларек появился здесь 4 октября в 7 часов утра, практически без свидетелей. Сооружение с незамысловатым названием «Хлеб» выросло прямо на газоне, за которым присматривали жители одного из домов. Самое обидно, что после благоустройства, которое провели два года назад, у нас был тут газон. Взяли, насыпали щебень на газон, на него поставили непонятно какой киоск, мятый, сжеванный. Но не только внешний вид злополучной булочной волнует неравнодушных жителей. Возможен и ряд других проблем из-за такого соседства. Например, перекрытый выезд при разгрузке товара. Разрушенный газон, очередной столб линии электропередач – это далеко не все вопросы, интересующие жителей. Самое главное – кто поставил сюда это сооружение, как они планируют соблюдать санитарные нормы, а самое главное – зачем в этом районе восьмой ларек с хлебом. В шаговой доступности здесь есть как специализированные магазины с хлебобулочной продукцией, так и масса обычных продуктовых. И зачем нужен еще один ларек – южно-сахалинцам не ясно. Вопросы санитарных норм тоже остаются открытыми. Электричество сюда провести приготовились. А вот что делать с канализацией? Да и по решению городского собрания 2017 года такие сооружения не должны находиться на газонах, в арках и на детских площадках. Несколько раз звонили в департамент продовольственных ресурсов. Я их просила, чтобы они до выяснения, почему именно на этом месте ставится киоск, не давали им добро на установку этого сооружения. Письменный запрос первого числа был вот в этот департамент. Депутат Альпирович делал. Ни на один запрос ответа нет. Как сообщили в администрации Южно-Сахалинска, право на установку павильона получил хлебокомбинат Южно-Сахалинский на конкурсных основаниях. Этот муниципальный земельный участок находится в схеме размещения нестационарных торговых объектов, действующих на территории городского округа, и не затрагивает придомовую территорию. Так что к ответу разрушителей газона призвать, скорее всего, не удастся. Специалисты Южно-Сахалинской мэрии и депутаты Гордумы встретились с жителями дома номер 25 по улице Поповича. В этом году здесь началась долгожданная реконструкция придомовой территории. Дом расположен вплотную к проезжей части, поэтому места для маневра у подрядчиков немного. Тем не менее, двор должен стать максимально уютным и удовлетворять всем потребностям жителей. Проект людей устроил, но во время работ специалисты отклонились от плана. Из-за старых деревьев была сокращена территория парковки. По просьбе жителей будет восстановлено парковочное место западной стороны дома в том объеме, в котором было предусмотрено проектом. Предусмотрен будет дополнительный проезд к западной части дома. Кроме того, все полисадники будут оборудованы заборчиками. Мы это тоже вопрос решили с мэром. Даже нашли источник финансирования. Старые тополя планируют все же спилить, чтобы реконструкция полностью соответствовала плану. А для того, чтобы двор не лишился зелени, здесь высадят молодые растения. Заезд сделаем в этом году, парковку сделаем в этом году. А в стареньке, может быть, что-то не получится, уже холодно. На будущий год. Кроме того, люди обратились с просьбой, каким-то образом оградить газон от любителей парковаться не по правилам. Этот нюанс подрядчик также обещал решить в ближайшее время. За три последних года в области построили 17 ФАПов, амбулаторий, хирургический комплекс областного онкологического диспансера, перинатальный центр. В Южно-Сахалинске заработал крупнейший на Дальнем Востоке реабилитационный центр для инвалидов. Начинка здания – это его гордость. Оборудование – самое современное и порой не имеющее аналогов на острове. Здесь собрали последние разработки космической отрасли, которые применили в медицине. Реабилитацию проходят люди с нарушениями слуха, зрения, маломобильные граждане, инвалиды с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На острове продолжает интенсивно развиваться высокотехнологичная медицинская помощь. В область привлекают специалистов. В рамках кадровой программы прибыло 560 врачей и 640 медработников среднего звена. Областная клиническая больница в этом году получила такой серьезный толчок к развитию. В первую очередь, потому что мы получили современнейшее оборудование. Это абсолютно новейший компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, оборудование для лабораторий. Я думаю, что жители нашего региона всю высокотехнологичную помощь в ближайшее время будут получать только у нас. До 2025 года на островах планируют построить еще 20 ФАПов – станцию скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске, областную детскую больницу. Вывози сам или плати неустойку. Администрация Южно-Сахалинска продолжает бороться с гаражами. Речь идет о некапитальных строениях. Подавляющее их большинство на сегодня по букве закона установлено нелегально. Земельные участки мэрия освобождает под благоустройство работы по перекладке инженерных сетей об устройство дополнительных проездов. С начала года демонтировано 717 гаражей. Администрация города регулярно осуществляет публикации в средствах массовой информации, в газетах, посредством размещения в сети интернет. На официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска всегда обновляются списки. Хотелось бы, чтобы граждане больше контактировали по этому вопросу и с нами, и в случае, если у них возникают вопросы, обращались. Если собственники гаражей по адресам, где запланированы сносы, не озаботятся вывозом самостоятельно, сотрудники мэрии не просто возьмутся за демонтаж, но и выставят счет за работу. До конца года планируется вывести еще порядка 300 незаконных временных конструкций. Если бы, наверное, я была владельцем машины, которая бы имела такой гараж, наверное, я была бы за этот гараж, как рядом с домом, наверное, удобно. Для тех, кто владеет этими объектами недвижимости, скажем так. Ну а так, чисто внешне, негативно. Гаражи, да, они никому не нужны, просто стоят, занимают место, а вид от этого только ухудшается. Клумбы разбить, детям что-нибудь поставить, грибочек, конечно, можно придумать что-нибудь хорошее, кроме этих гаражей. Далее в эфире рубрика «Точка отсчета». В Тамаринском районе в результате автокатастрофы погиб молодой человек. Это произошло в девятом часу вечера около Красногорска. По предварительным данным, легковой «Тойотой» управляла 30-летняя местная жительница, не имеющая права вождения. На одном из поворотов она не смогла удержать легковую «Тойоту». Автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся. Дама с места ДТП скрылась, двое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Еще один пассажир, 28-летний житель Красногорска, скончался на месте аварии. В областном центре накануне празднования столетия уголовного розыска сотрудники этого отдела из транспортной полиции задержали подозреваемого в уличном грабеже. Его жертвой стала горожанка, возвращавшаяся домой по железнодорожным путям. В районе переезда на улице Сахалинской неизвестный напал на нее сзади. После чего она лишилась своей дамской сумочки. На поиски грабителя направились оперативники УГРО. Личность подозреваемого и его местонахождение удалось установить в течение дежурных суток. Задержание было для него неожиданным. И он даже не подозревал, что его задержат по данному факту. Ну, вел себя как бы спокойно, ну и сознался в саде. Грабителем оказался 28-летний неювельчанин. Это нападение у него уже не первое, за что он уже отбывал наказание в местах не столь отдаленных. На момент задержания злоумышленник уже потратил все наличные. Сумка и кошелек были обнаружены там, где он их и выбросил. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый доставлен в следственный изолятор. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В Углегорске вынесен приговор 59-летней женщине, напавшей на своего бывшего сожителя. Это произошло два месяца назад. Дама, будучи на веселе, попросила его помочь с ремонтом кухонного крана. Пока он занимался починкой сантехники, между ними произошла ссора. Она припомнила все прошлые обиды. Конфликт для мужчины закончился тремя ударами ножа в грудную клетку. В результате действий подсудимой потерпевшему причинены телесные повреждения, которые соответствуют тяжкому вреду здоровья. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к наказанию в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. ГИБДД Южно-Сахалинска просит откликнуться очевидцев дорожной аварии, произошедшей 1 октября. В 12-м часу дня на пересечении Мира и Поповича столкнулись Хонда Сирве и Субару Импреза. Все, кто стал свидетелем ДТП или, если столкновение попало в объектив вашего видеорегистратора, просьба сообщить по телефону, который вы видите на экране. Сахалинские теннисисты накануне вернулись из Владивостока. Юноши и девушки принимали участие в открытом первенстве Приморского края. Медали этого турнира оспаривали 150 спортсменов в возрасте от 9 до 19 лет. Географический состав участников от Дальнего Востока до Московской области. Организаторы отмечают, что турниров такого масштаба в Приморье не проводилось уже очень давно. Островной регион представляли 6 юных спортсменов. Отличный результат показала восходящая звездочка сахалинского тенниса Таисия Дробышева. Это был ее дебютный выезд с Сахалина на соревнования такого ранга. И он оказался весьма удачным в своей категории. 9-летняя сахалинка взяла бронзу. Это довольно очень хороший результат для моего возраста. К чему еще стремиться есть у тебя? Нужно... у меня пока еще не хватает сил, мне нужно еще подкачаться. В следующем году я думаю, что я опять выйду в тройку финала. Островные девушки могли взять и еще одну бронзу, но до третьего места нашей Надежде Пузырных не хватило 30 очков. На этом все. Больше новостей и также другие выпуски программы «Наш день» найдете на сайте stv.ru. Всего доброго и до встречи.